Привет, друзья! С вами психолог Полина Боттичелли в Баварской горе, хотел сказать, в Баварском лесу на Баварской горе. И решила, что такой хороший фон для того, чтобы рассказать о том, как поддерживать отношения тёплыми, близкими и гармоничными. Отношения, естественно, я имею в виду гендерные, то есть с кем-то противоположного пола, ну типа муж, жена, бойфренд, гёрлфренд, в таком духе. Значит, есть три, наверное, составляющих, я бы так сказала. Первое — это нужно друг с другом регулярно и откровенно разговаривать. Второй вариант — это регулярно вместе проводить время. Не просто разговаривать, а чем-то заниматься, какие-то совместные интересы должны быть или что-то. И третье — это хвалить друг друга. Хвалить друг друга, чтобы отношения были гармоничные, нужно примерно в 10 раз больше, чем критиковать. А лучше больше. Я думаю, здесь можно ничем не пояснять. А вот насчёт беседовать хочу ещё такой момент сказать. Важно говорить. Вот сели вместе, и вместо того, чтобы фильм смотреть, сначала пообщались. Как у тебя прошёл день, дорогой? Как у тебя прошёл день, дорогая? Рассказываем, что волновало, что волнует сейчас. Через что я рассказываю, например, мужу, через что я прохожу, о чём я думаю, о своих целях, о своих клиентах. Конечно, подробности про клиентов я не рассказываю, но я могу сказать, что меня тревожит, что клиентов стало меньше или что-то в этом духе. Потом, или меня радует, что у меня такие-то успехи. И потом, если что-то тревожит, здесь хочу сказать, где найти границу между тем, делиться этим с партнёром, партнёршей, или это нести к психотерапевту. Вот, конечно, это в основном приходит... О, у меня всё, нога влепили мухи, кыш-кыш-кыш. У меня это... Я была немножко в шоке. Это приходит с опытом. Но могу сказать, что пришло мне с опытом, может быть, как-то поможет это вам, что бывают моменты, когда беспокоит что-то в настоящем. И тогда мы, конечно, спокойно можем делиться этим с партнёром, партнёршей, обсуждать это, разговаривать, просто просить поддержки, просто сказать, например, я просто хочу, чтобы ты меня выслушал, мне трудно, мне нужно выговориться, или я сомневаюсь, или я в замешательстве. Ну, в общем, что угодно. По поводу текущей ситуации это абсолютно нормально. А вот если что-то всплыло из прошлого, то, возможно, сначала это нужно отнести к психотерапевту. Если что-то кратковременное, вроде бы там, и вы сами с этим справляетесь, то да, можно этим поделиться. А если поднялась какой-то огромный какой-то нарыв, вскрылся, поднялась большая боль такая, то наш партнёр не обязан всё это выслушивать, контейнировать. Может быть, ему это не по силам, может быть, у него нет на это ресурса или навыков. И поэтому в таких случаях, если вы чувствуете, что там что-то очень большое и болезненное, и много слёз, то лучше обращаться за профессиональной поддержкой сначала. А потом всё-таки можно рассказать о том, что с вами происходило, через что вы проходите, проходили, прошли, самому партнёру, партнёршу. Вот это то, к чему я пришла со временем, и я ещё раз, ещё раз убеждаюсь, насколько важно друг с другом разговаривать, выделять на это время. Особенно если есть дети, может такое быть, что уже, когда вроде бы время есть, уже нет сил. Вот надо как-то так стараться организовать, чтобы, ну не знаю, хотя бы 15 минут на искреннее доверительное общение, на объятия в день находились. Тогда отношения будут сохраняться близкими и доверительными. Это не гарантирует вам страсти в отношениях, и страсть в отношениях — это другая тема. Здесь я говорила именно про поддержание эмоциональной близости и вот этой гармонии в отношениях. Но страсть тоже одна из составляющих гармонии, и про поддержание страсти, может быть, расскажу как-нибудь в следующих видео. Если вам видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была психолог Полина Боттичелли. Всего доброго, любви вам!